Всем еще раз привет! Это студия Хорошего настроения. Сегодня 18 января, среда, и самое время полистать свежую прессу за чашечкой чая или кофе. А это значит, что мы, кстати, можем с тобой практически отдохнуть, да? Потому что вместо нас сегодня будут говорить наши гости, которые всегда очень емко и красноречиво доносят нам всю информацию. Обозреватель телегиданты Инна Полихович, доброе утро вам! Доброе утро! И специальный корреспондент газеты СБ Беларусь сегодня Ольга Пасияк. Оля, здравствуйте! Доброе утро! Сегодня крещенский сочельник. Мы уже всех, ну, не буду говорить, пугаем, но постоянно напоминаем о том, что если по дороге будет прорубь, то, в принципе, можно бы и окунуться. А что звезды вообще? Какие зимние забавы есть у них, любимые, разлюбимые? О, у звезд, мне кажется, как вот наступает зима, особенно у российских. Они сразу первым делом отправляются куда? На Новый год в Майами, а потом, конечно, сразу в Сочи. Тем более, что сейчас Григорий Лепс проводит там свой фестиваль на курорте «Роза Хутор». Туда съехались, мне кажется, просто все самые звездные звезды. Начиная от Ани Лорак со своим мужем Муратом, где приехала. Все приезжали с семьями, с детьми. Полина Гагарина тоже со своим супругом, с сыном. И, кстати, говорят, будет у них пополнение в семействе очень скоро, да. Да, хорошая новость. Приехала Лайма Вайкуля, конечно же, и Григорий Лепс немедля подарил ей серебряный браслет «Серебро ночи» в моде с черным ониксом и своей собственной коллекцией ювелирных украшений. Представляете, да, Лепс пошел дальше. Не только очки выпускает, но теперь у него свой ювелирный дом. Вы когда-то сказали, что Григорий Лепс в Сочи проведет свой, и я подумал сразу же, семинар. А почему бы, например, читает же Анна Семеновича сейчас семинары для женщин? Да, это правда. А Фольница Пустова в листаре? Чего учит у нас Анна Семеновича? О женской мудрости, разумеется. Почему бы Григорию Лепсу не устраивать тоже семинары, Юрий, и рассказывать о мужской мудрости, например? В принципе, мне кажется, любой человек. Потому что наша мудрость, только рюмка водки на столе. Любой человек может поделиться какой-то своей мудростью, я думаю. Да, будь то Лепс, будь то не Лепс. Допустим, да? Что-нибудь посвященное зиме или хрещенским событиям, которые так вот сейчас освещаются, есть в СБ? Конечно, у нас корреспонденты подробно освещают ситуацию со снегопадами, с этим снег, который убирают в Минске. Но все-таки это такие оперативные новостные материалы. А вот именно одни из главных текстов у нас сегодня посвящены, опять-таки, образованию. Это очень такой наболевший, всегда актуальный вопрос, я так понимаю. Да, сейчас очень много обсуждают новые правила приема, изменения в кодекс, которые внесут образование. А вот у нас один из наших журналистов, Александр Действев, он решил обсудить еще один важный вопрос. Это рейтинги вузов, то есть это фактически такое развлечение, в которое наши университеты только недавно втянулись, как-то такое самореклама, что не свойственно раньше было для них. Что дают эти рейтинги действительно, насколько они нужны нашим вузам, и почему мы до сих пор не в лидерах этих рейтингов? Я думаю, если у нас дети пойдут в школу с 5 лет, это в каком возрасте мы будем поступать в университет? Ну, мы-то уже не будем, конечно, но с нашими детьми. 16? Да, вот жизнь становится стремительнее. Зато окончатые в 20 лет его уже. И, пожалуйста, я так и не решил, кем хочу стать, да? Нет, к этому моменту лучше всего определиться с профессией. Давайте вернемся к практике. К практике какой? Все-таки вот мы недавно звонили в освод, узнавали по поводу того, как стоит себя вести на воде, а точнее в воде. Вы вообще какие-то вот в эти не даете практические советы вашим читателям? Мы рассказываем, как вести себя, что мы в воде, на снегу. Ведь мало кто ныряет в проруби и рыбачит, зато сколько людей, да, каждый из нас ходит по этому гололеду, по этим сугробам. А скоро ведь снова могут ударить морозы, зима еще, знаете ли, не закончилась. Да куда угодно эти морозы могут ударить, они такие коварные. А советы дает по всему этому поводу Анна Бонд. Почему Аня? У нее за последние 4 года 5 гипсов уже успела она переносить. Перемерить. Перемерить, да, совершенно верно. Поэтому обратились к ней как к специалисту. Мне кажется, она даже лучше, чем любой доктор. Расскажет, что в гололед делать, чего не делать главное. Анна Бонд – это наш белорусский Джеки Чам. Да, она могла бы, в принципе, участвовать в качестве каскадера. Хотя с ее везением, с ее везением, с ее переломами, наверное, лучше не нужно. Лучше пускай красивой улыбкой освещает все вокруг. Это точно. Да, ну, конечно, один из главных сайтов девушкам – это не носите каблуки. Не надевайте обувь на шпильках, гололед, а если уж на деле, вызывайте такси. Так, хорошо. Это, знаете, если бы были у нас такие шахматные часы, мы бы нажали бы кнопочку и перешли бы к Ольге. Да, чем ответите свои коллеги? Что еще интересного можно говорить? У нас нету таких практических, наверное, советов, но я бы порекомендовала почитать нашу традиционную рубрику «Научная среда», где наша корреспондент Юлия Васильевична исследует какие-то интересные открытия белорусских ученых. И вот в этом номере у нее интерактивное зеркало, которое изобрели наши ученые, которое заинтересовало уже международной компанией. Сверху и зеркальце скажи. Практически оно очень интересует представителей торговли, потому что вот в магазине зеркало, которое может распознавать эмоции и чувства. Взял или не взял? Ну, в магазине. И прекрасней, и спору нет, убери свой пистолет. И второе очень интересное изобретение – это антитеррористический комплекс, который поможет обезвеживать какие-то подозвительные предметы или выводить людей из здания, если говорят, что оно заменивано. То есть вот такие изобретения. Ну, вот это очень здорово. Вы знаете, вот на самом деле поражаешься всему тому охвату, да, кто с одной стороны. Зеркальце интерактивное, что должно понравиться нашим девушкам однозначно. А с другой стороны, совершенно практические вещи в цели безопасности вообще народа. Ну, в принципе, этим и отличается, так понимаю, СБ Беларусь сегодня таким вот... Говорят, Лолита Милявская вернулась со своей колонкой в антенну. Да, Лолита Милявская наконец-то вернулась в антенну. Многие спрашивали, куда же делись ее советы. Если вдруг кто-то упустил, рассказываю. Лолита Милявская ведет свою авторскую рубрику специально для антенны, где читатели задают ее вопросы о личной жизни, о карьере, о работе. Просто по-женски спрашивают, что же делать. Татьяна как подруга, как такой психолог рассказывает, что делать, высказывает свое мнение. И, кстати говоря, вот я ее колонку люблю читать намного больше, чем советы профессиональных психологов. Потому что советы Лолиты намного ближе к жизни, и они действительно помогают, как мне кажется. Они такие, знаете, может быть, ненаучные, но очень житейские, такие прям пропитанные мудростью женской. Потому что Лолита же действительно мудрая женщина, ей что сказать. А что касается популярной рубрики «Худеем вместе с антенной»? Появилась она? Да, ну, конечно, она у нас и не пропадала. Особенно после новогодних праздников, когда нужно сбросить все это наеденное непосильным трудом. 19 килограммов оливье. Да, кстати, в этом номере очень интересная история парня. Обычно девушки участвуют в этой рубрике, но нет, в этот раз 26-летний парень. Зовут его необычное имя Оскар. И Оскар сбросил 42 килограмма для того, чтобы устроить свою личную жизнь. Видите, не только девушкам приходится сложно. Красавчик какой, а? Нет, Оскар весил 130 килограмм. 130? Да, это было многовато, скажем так. Это белорусский парень? Нет, это парень из Уфы. Мы ведь выходим только в Беларусь. Совершенно верно. И не ладилась у него личная жизнь. Девушки с ним только дружили, а он хотел не только дружить. Оскар начал что-то предпринимать. И вот за, кажется, за два года, минус 42, сейчас он, правда, красавец. Поэтому посмотрите фотографии. А, любовь-то нашел. Цель ради чего все это? Любовь нашел, но не женился. Поэтому у девушек, если еще увидите фотографию Оскара и захотите отправить ему в Уфу письмо, почему нет? А вдруг? Я столько над этим старался, и теперь все на смарку. Теперь ты женись, борщик, отлеты. Теперь, когда я красавчик, я заставляю отжениться. Да еще и 26 лет, куда тропиться. А я еще не отгулял, подумал Оскар. У нас мы скоро свою рубрику откроем, я так понимаю. Какие еще житейские советы можно почерпнуть из выпуска СБ? У нас есть очень душевный текст о российской актрисе Нине Сазоновой. Я думаю, читателям будет очень интересна ее мудрость. У меня детерина. СБ по актрисам. Нина Сазонова против Валентина. Могу перебить только скандалом. Что же делать? Мы хотим нам устроить скандал. Просто придется в ответ на Сазонову выкладывать, можно сказать, главный козырь. Кто бы вы думали оказался в эпицентре скандала? Алла Пугачева. А она как? Против нее ополчились телезрители. Составили петицию. Причем подписали ее 140 тысяч телезрителей. Это народная любовь. Это народная любовь. О том, что... Это случилось после новогодних эфиров. О том, что эфиры с участием Пугачевой скучные. О том, что она уже всем надоела. И вообще нужно что-то менять. Вот в этих новогодних шоу. Представляете? 140 тысяч зрителей. Пугачева почему стал камнем преткновения? Именно она. А вот непонятно. Ну, вероятно, потому что она самая популярная певица. Самая исключенная. Конечно. Поэтому обычно ведь камни летят... Против кого дружим? Собрались или решили дружить против Аллы Борисов? Ну, надо дать должное поклонникам Примадонны. Они тоже собрались. Тоже собирают подписи. Ольга, ну, смотрите. Скандал в антенне. А бывают ли скандалы в СБ Беларуси сегодня? Такое впечатление, что у нас это боксерский ринг. Сегодня так. Ну, да. У нас очень много таких материалов. Обычно это какие-то критические, которые являются результатом каких-то споров. У нас были просто такие бурные дебаты по поводу отопления, когда у людей не работали. Сейчас у нас очень много практически в каждом номере обсуждений изменений в кодекс об образовании, вот этих правил вступительной кампании, потому что родители не согласны, министерство дает свои какие-то ответы, вот, и с теми же, как вы же сказали, с пяти лет в школу. То есть, опять-таки, здесь неправильно поняли родители, потому что, по сути, никого же не гонят. То есть, всегда это была возможность. Просто ее прописали в кодексе, собственно, вот. Но многие восприняли это как обезавовку, что завтра нужно срочно всем идти в пять лет в школу. Четыре в подготовишку. Да, то есть некоторые говорили, что давайте уже сразу с рождения родился и сразу в школу. То есть, вот, примерно. Минуя дом, сразу из роддома в школу. Ну, в общем, есть что почитать, есть чему удивиться, есть чем поживиться. Тоже в этом есть свое рациональное зерно. Ты знаешь, если с рождения в школу, то в 14 лет, в 15 ты уже окончишь вуз. Ну, мне кажется, что, знаете, есть такая расхожая фраза, кто понял жизнь, тот не спешит, да, поэтому торопиться не будем. А лучше будем читать интересные, свежие издания. И говорим огромное спасибо нашим девушкам, которые, как всегда, снабжают нас самой интересной, актуальной информацией. Инна Полюхович, обозреватель телегида «Антенна» и специальный корреспондент газеты «Беларусь сегодня» Ольга Посеяк. Сегодня в студии «Хорошего настроения». Мы прощаемся с вами на недельку. До второго, так хотелось бы сказать. Тема со свежей прессы, как всегда, по середам. Ждем вас еще раз. Ну, а мы берем небольшой перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok